Некоммерческая организация Музея Константина Пятца и Союз архитекторов Эстонии приглашают скульпторов и коллективы архитекторов принять участие в открытом конкурсе идей, цель которого найти целостное решение для увековечивания памяти Константина Пятца в городском пространстве Таллина. Памятник должен быть открыт в следующем году за театром Эстонии на территории исторического нового рынка. А у нас в студии председатель правления Некоммерческой организации Музея Константина Пятца. Тривами Мивеллисте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но вот это решение о памятнике Константину Пятцу, оно уже окончательное и место уже утверждено? Ну, окончательное решение это будет, когда будет заседание городского управления. Я надеюсь, что в ближайшее время, в понедельник, было годовщина перезахоронения Пятца на Мецокальмисту. И поэтому у нас в Доме учителя было такое мероприятие, такое первоначальное ознакомление с условиями и с целями этого конкурса. Ну, осенью прошлого года уже было назначено это место, а конкурс вот появился только сейчас. И все это было связано с тем, что нужно было ознакомиться со всеми условиями? Да, потому что там, значит, эта комиссия решила, что вот это новый рынок, исторический новый рынок, но там 50 метров и 30 метров, но надо было найти конкретное место. И надо было договориться, значит, ну, как это будет выглядеть, какие там будут, какая будет трактовка. И это, конечно, не очень простая вещь, и тогда надо было, конечно, иметь бюджет, сколько это будет стоить. Будет ли это бронзовый бюст или скульптура, или там какое-то архитектурное сооружение. Так что это все занимало очень много времени. Но вот на данный момент говорится, что призовой фонд конкурса составляет 33 тысячи евро, то есть это и будет та сумма, за которую нужно сделать памятник? Ну, это только призовой фонд. Это, значит, первый приз 10 тысяч, второй 8, третий приз 6, тогда еще 3 по 3 тысячи. Это только призы. Но кроме этого деньги для этого, значит, постройки. Или это бронза, или это будет какой-нибудь камень. А сколько может стоить памятник? Ну, например, ПОСК, который, значит, в кадрёрке, стоил 170 тысяч. Так что я тоже предполагаю, что это будет более-менее в рамках 200 тысяч евро. А откуда эти деньги могут взяться? Ну, у нас есть 200 тысяч уже, значит, из госбюджета. Уже, кроме этого, у нас еще 20 тысяч, которые мы собрали, людей, значит, пожертвовали людей. Так что у нас уже есть 220 тысяч евро. Ну, работа на конкурс вы ждете до 21 января, а победителя объявят не позднее 23 февраля следующего года. Да, потому что 23 февраля – это день рождения, так что мы надеемся, что это очень хороший срок. А есть у вас уже какое-то видение, каким должен быть этот памятник? Ну, то есть, чтобы, например, обязательно в полный рост, да? Да, у меня, конечно, есть какое-то личное видение, но всё-таки условия конкурса оставляют участникам очень простор для трактовки. Это может быть и бронзовая скульптура, но это может быть и какое-то гранитовое сооружение, где будет просто баррелев, значит, бронзовый баррелев или же бронзовый бюст. Значит, там действительно очень-очень-очень много простора для авторов. Как можно оценить роль Константина Пяца вообще в истории Эстонии? Понятное дело, что многие его знают как первого президента, но а в принципе его роль в других исторических событиях какова? Ну, во-первых, он эстонский Джордж Вашингтон, значит, он основатель эстонского государства, он был самым главным, значит, человеком 24 февраля 1918 года. Но другой вопрос, который очень часто дают, значит, это 1939 год и 1940 год. Но мы должны помнить, что это был конец сентября 1939 года, когда довольно крупное государство, Европа и Польша, было разгромлено совместно с вермахтами Красной Армии. И в этой ситуации, когда вся Европа пишет, значит, на первой странице газет, что Польша разгромлена, значит, через разную Эстонию, значит, одной воевать, значит, против Красной Армии. И, конечно, эстонское руководство в то время решило выигрывать время. И это не было только решение, опять-таки, это был там его соперник, оппонент Ян Тениссон, был того же мнения. Так что даже сейчас, 8-10 лет спустя, я уверен, что это было правильное решение, давать Сталину военные базы и выигрывать время. Кроме того, наше руководство верило, что дружба между Сталином и Гитлером не вечная. Скорее всего, будет война между Гитлером и Сталином. И если такая война будет, тогда Эстония может выжить и подождать. Так что это было, по-моему, правильное решение. Есть еще одна претензия в адрес Константина Пяца. Эта версия получила распространение с легкой руки историка Магнуса Ильмьярва, который утверждал, что якобы в 20-е и 30-е годы Константин Пяц передавал важную информацию посольству СССР и за это получал довольно крупные по тем временам суммы денег. По 4 тысячи американских долларов в месяц. Но эта книга Ильмьярва, это несерьезная книга, это другой историк. И Аквалке уже показал, что он пользуется источниками, которых нет. И Ильмьяр, очевидно, написал эту книгу по заказу кого-нибудь. Он даже не скрывает это, даже это там написано, кто ему платил. Так что эта книга несерьезная. Ну, серьезные книги лежат у нас на столе. Хотелось бы также поговорить о том, чем занимается ваше некоммерческое объединение. То есть, в принципе, хотя вы называетесь музей Константина Пяца, физического музея нет. Вы просто развиваете некую деятельность, которая посвящена первому президенту Эстонии. Да, у нас очень разные. Мы, например, ставили мемориальные плиты на домах, где жили наши главы, нашего государства. И в общем числе 18. И Ленард Мерри – самый последний из тех, которые уже не с нами. И кроме того, у нас в конференции, но и самое главное, что мы издаем книги. Вот, например, вот это... Ну, вот Андрей показывает книгу. Здесь есть и довольно интересные подписи, да? В том числе, например, Эва-Магаретта Пяца. Кем она является президентом? Да, тут внук президента Матери Пяца. И там, значит, Арнур Риттель, который член нашего общества. И это довольно новая книга, значит, издана еще в этом году. Это полная библиография произведений, статей всего, что Константин Пяца написал. И я говорю, ну, кроме этого, у нас еще такая книга «Аллас Ягам Леван», как это переводится по-русски? «Между молотом и наковальней». Да, именно. И это очень такой, очень хороший сборник статей. Там очень много, значит, о жизни, эссе, и все, значит, ну, о которой, значит, что творилось в его время. Но вообще интересно, что памятник будет установлен рядом с Театром Эстонии. Там неподалеку есть еще один монумент, посвященный событиям 1905 года. И в тех событиях Константин Пяц, вот та самая первая русская революция, он тоже в них принимал активное участие, и даже был обвинен, и вынужден был эмигрировать. Прикорировал смертные казни. Да, а потом, когда уже обвинения сняли, он вернулся и всего год провел в заключении. Да, это очень важное событие. Это еще до 2005 года он сказал, что, значит, власть в городе Таллине до этого времени была в руках немцев, немецкого элита, немецкой элиты этого города. Но население, Штонское население все время возросло. И тогда опять сказал, что теперь, значит, все новые данные владельцы, эстонцы, они должны участвовать в выборах в городскую думу. И вот таким образом, значит, создавая союз с русскими в городе Таллине, значит, они, значит, у них было большинство в городской думе, и власть в городе Таллине первый раз, значит, застоятие перешло в руки эстонцев. И без этого невозможно было подумать о государственной независимости, когда у тебя нет власти в городе, в Таллине. Так что это четвертый и пятый год были очень важны. И он был действительно таким основоположником эстонской государственной, даже в этом смысле, на уровне города Таллине. Спасибо. У нас в гостях был председатель правления некоммерческой организации Музей Константина Пятства, Триви Мивелисты. Спасибо. Спасибо.